Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Армения перекрыла путь, станет ли Алиев смертником. Президент Турции Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы поздравить с наступлением праздника Рамадан. Эрдоган и Алиев обсудили также борьбу с коронавирусом. Велика вероятность, что президенты Турции и Азербайджана затронули также тему Ливии, куда, по данным прессы, из Сирии перебрасываются российские штурмовики. Правительству Триполи и поддерживающей его Турции об ожидающемся мощном воздушном ударе предупредили командиры армии генерала Хафтара, возглавляющего национальную армию Ливии и пользующегося поддержкой России. На днях турецкие беспилотники нанесли тяжкий урон армии Хафтара, уничтожив хваленные российские комплексы ПВО. Это был также удар, нанесенный Москве. Москва, судя по всему, попытается помочь Хафтару восстановить позиции с воздуха и эффективно бороться с турецкими беспилотниками. Успехами турецких дронов в Ливии воодушевились в Азербайджане. Азерпроп представляет эти успехи чуть ли не как победу Азербайджана. Причины воодушевления Алиева понятны, особенно когда речь идет о победе над Россией. Алиев, безусловно, ожидает распространения этих успехов и на Кавказ, хотя бы в политическом смысле, что заставит Россию отступить. Кроме того, победа Турции над Россией – это вопрос личной власти для Алиева, который пользуется покровительством Турции, а его супругу Мехребан Алиеву, которая претендует на президентский пост, поддерживает Россию. Коронавирус остановил форсированные процессы транзита власти в Азербайджане, которые в Анкаре воспринимались как вызов. Для России это стало бы новой возможностью нарастить влияние на Азербайджан. Вирус, конечно, не может быть надежным барьером на пути этого процесса, и Алиеву нужно превосходство Турции над Россией. В Эдлибе этого не вышло. Россия, с одной стороны, проявила определенную принципиальность, что чуждо для российско-турецких отношений, а с другой стороны, Запад не оказал должной поддержки Турции. Турция пытается взять реванш в Ливии. Проявит ли Россия принципиальности на сей раз или вернется к вековому статусу подмастерья Турции на среднем жаловании. Но звонок Эрдогана Алиеву говорит об обеспокоенности Анкары и не исключается, что от Алиева ожидают традиционных шагов шантажа, чтобы таким образом наступить на мозоль Москвы. Примечательно, что Баку 22 мая предпринял диверсионную вылазку в направлении армянских позиций и понес потери. Но, возможно, это была только разведка, и Анкара ожидает от Баку более масштабного шантажа. Это еще вопрос, станет ли Алиев смертником Эрдогана. Но в любом случае, армянской стороне надо быть начеку. Армянские силы должны нанести жесткий и резкий контрудар в ответ на любой военный шантаж. И это может иметь еще одну сторону – не позволить давление на русских на Кавказе, дав им возможность проявить принципиальность в Ливии и таким образом получив дополнительный аргумент в отношениях с Россией уже по вопросу Армении. Сухой отказ Путина и жесткое предложение. Цены на газ будут определяться факторами рыночной экономики. Поскольку Пашинян и Лукашенко не принимают формулу единого бюджета и налоговой системы, 19 мая состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, в котором приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым Жамар Такаев, президент Кыргызстана Саранбай Женбеков, в качестве наблюдателя в ЕАЭС президент Молдовы Игорь Дадон, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясников. В своем выступлении Пашинян, подчеркнув важность развития сотрудничества в условиях эпидемии и растущей рецессии, отметил, что нужно быть готовым к совместному использованию всех экономических возможностей, которые, очевидно, возникнут в посткризисный период. В условиях глобальных экономических вызовов, перед которым мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа ощущается особенно остро. Как не раз мною было отмечено, единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одним из основ нашей интеграции. Без него невозможен качественный прогресс в интеграционных процессах. Без него невозможно обеспечить равные условия экономической деятельности для всех участников Союза, сказал он. Затем Пашинян добавил, мы исходим из того, что в стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года должен быть зафиксирован принцип применения единых подходов к цену, тарифообразованию, на общем рынке газа и АЭС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии при транспортировке и транзите газа. Наш Союз должен стремиться к поэтапному достижению этой цели, что создаст благоприятную почву для качественно более глубокой экономической интеграции в рамках Союза. Открывая встречу 19 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко вновь коснулся цен на газ, отметив, с окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. При том, что актуальность проблемы постоянно возрастает. На продемонстрированную еще с весны Пашинянам, а также Лукашенко позицию по вопросу о высокой стоимости газа в нынешних условиях, Путин наконец-таки отреагировал публично. Этот ответ был однозначным. Единый тариф на транзит газа в ЕАЭС не может быть введен при нынешнем уровне интеграции. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент России Владимир Путин заявил, что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в Евразес пока еще не достигнут. Он добавил, что Армения и Беларусь не принимают общую формулу, которая предлагается странам ЕАЭС для формирования цен на газ в соответствии с планом по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года. Есть формула, которую поддерживают три страны – Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа Евразес. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу. По словам Путина, если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще. Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменений, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств, членов Евразийской экономической комиссии. Таким образом, Путин отклонил предложение Армении и Белоруссии о совместном тарифе на транспортировку газа. Его ответ четок. Единый тариф возможен только в условиях единого рынка с единым бюджетом и одинаковой налоговой системой. И до тех пор, пока они не достигнут такого уровня интеграции, цена на газ будет определяться рыночными факторами с учетом затрат поставщиков и инвестиций. Напомним, что в ходе онлайн-пресс-конференции на прошлой неделе Пашинян вновь затронул вопрос стоимости газа, отметив, что наши политические консультации с Россией продолжаются. На данный момент, к сожалению, я не могу сказать ничего конкретного по этой теме. Но мы должны отметить, что в условиях коллапса энергетических рынков и падения цен на нефть, мы могли бы и можем ожидать от стратегического партнера из Армении, России, что сейчас не лучшее время говорить о повышении цен на газ, особенно учитывая ситуацию с коронавирусным кризисом и его последствиями. Мы продолжим работу с нашими партнерами, сказал Пашинян. Отметим, что тема тарифов на газ вновь сала горячей с весны этого года. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Беларуси и премьер-министром Армении, в ходе которого Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили экономическую деятельность в нынешних сложных условиях, отметив серьезные проблемы и трудности. Лукашенко и Пашинян отметили высокий уровень цен на природный газ, отметив, что он явно не соответствует мировому уровню и сложившейся ситуации в целом. Заместитель премьер-министра Рамгер Григорян от имени правительства направил письмо председатель управления ООО «Газпром» Алексею Миллеру с предложением о начале новых переговоров об изменении цены на газ, поставляемой в Армению. В письме, в частности, говорилось, уже очевидно, что последствия коронавируса окажут негативное влияние на социально-экономическое развитие двух стран, что приведет к снижению объема потребления энергоресурсов. Мы, безусловно, будем стимулировать рост производства и потребления, но для обеспечения эффективности этих мер необходимо обеспечить конкурентную среду. Мы все понимаем, что в этом смысле цена на газ в Армении имеет большое значение. Мы также понимаем, что масштаб и уровень дружественных отношений между двумя странами позволяют и требуют от нас своевременно поднимать и обсуждать вопросы системного значения, в том числе устойчивого развития торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. В письме вице-премьер также подчеркнул, что учитывая прогнозы и текущую ситуацию на энергетических рынках, включая цены на нефть и газ на мировых рынках, правительство Армении считает целесообразным начать новые переговоры об изменении цены на газ, поставляемой в Армению. В частности, мы считаем целесообразным обсудить вопрос снижения цены на газ на тысячу кубометров на армяно-грузинской границе, а также установление правила оплаты газа в национальной валюте, говорится в письме. Российская сторона сразу же довольно резко отреагировала на вопрос, поднятый армянской стороной. ЗАО «Газпром Армения» распространила заявление о намерении обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг КРОУ с заявкой о пересмотре тарифов на природный газ, продаваемый потребителем в Армении, а также на услуги оператора системы газоснабжения, в котором отмечалось «Газпром Армения» намерен с 1 июля 2020 года увеличить цену на природный газ для потребителей на 36%. Нынешний тариф на газ для семей, получающих семейное или социальное пособие, сейчас составляет 100 тысяч драмов за объем в 600 кубометров в год за каждые тысячи кубометров. «Газпром Армения» предлагает установить тариф в размере 135909,6 драмов. Компания планирует снизить цену на газ, продаваемый потребителем, потребляющим до 10 тысяч кубометров в месяц, предлагая 135909,6 драмов за каждую тысячу кубометров, вместо нынешних 139 тысяч драмов. Таким образом, Путин, отвергнув это публично, поставил условие, в каком случае союзнические государства могут рассчитывать на уступки России в вопросе цен на газ. Армения и Россия являются стратегическими союзниками. Но Путин ясно дал понять, что даже в сложных условиях пандемии стратегические союзники, если у них есть ожидания от России, должны двигаться в пределах очерченных Кремлем рамок.